Остановились, чтобы не сбить собаку, но благое решение обернулось серьезной аварией. На улице Залесная столкнулись автомобили Hyundai Matrix и Chevrolet Avio. В результате удара одну из машин отбросила на забор. Ни один из водителей свою вину признавать не спешил. Мнение участников выслушала Алина Бережная. Вот эта собака гуляла, ее супруга сфотографировала, потом она мне по WhatsApp отправила. Вот видите собаку, она гуляла. Она, короче, просто вышла на проезжую часть, и по этой причине нам пришлось остановиться. Чтобы пропустить животное, спокойно разгуливающие на проезжей части, остановились несколько машин. Собаку в итоге никто не задел. Однако был сильно поврежден один из остановившихся автомобилей. По версии пассажира Chevrolet Avio во всем виноват водитель Hyundai, который на высокой скорости их и протаранил. Короче, когда мы стояли, она просто вот в эту бочину нам въехала. Ее, короче, вот с этого места отбрасывает на поребрик. На поребрик обрасывает, в этот забор она въезжает, и, короче, нам еще морду туда выезжает. А вы просто стояли в этом момент? В этот момент мы стояли. Пассажир Chevrolet рассказал, что поначалу водитель корейской иномарки свою вину признавал. Однако отмечает, что позже подъехала его группа поддержки. Мнение водителя Hyundai полностью поменялось. Ну, я вот ехал за рулем, у меня ребенок еще был, и просто человека занесло, и на мою сторону выбросило. Да, да, да. И поэтому он считает, что причиной аварии стало то, что водителя Chevrolet просто занесло на проезжей части. В результате сильных повреждений автомобилю Hyundai понадобилась помощь эвакуатора. Chevrolet Avio уже покинула место происшествия своим ходом. Мужчина говорит, что вопрос о том, кто же все-таки виноват, спорный. И поэтому водители найти общий язык так и не смогли. На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции, которым предстоит разобраться, кто прав и кто виноват. Алина Бережная, Нафиса Минязова, Азат Самигулин, Вызов 112.